Всем привет дорогие друзья! Новое видео на канале GadgetMoney и сегодня мы назовем вам 5 причин приобрести Huawei Honor 7 Итак, мы начинаем, поехали! Дорогие друзья, перед тем как начать озвучивать эти 5 причин приобретения данного смартфона хочу вам порекомендовать магазин, который работает со всеми городами Российской Федерации отправляет курьерской службой, если хотите со страховкой конечно же, цены в этом магазине намного ниже, чем в больших сетевых магазинах вы сможете ознакомиться с ассортиментом этого интернет-магазина буквально пройдя по ссылкам в описании Итак, друзья, сегодня наш подопытный это Huawei Honor 7 я назову вам 5 причин, по которым стоит приобрести и обратить свое внимание на этот смартфон Итак, первая причина, это конечно же флагманский процессор собственного производства HiSilicon Kirin 935 работающий на 64-битной архитектуре восьмиядерный, построенный по технологии Big Little каждое ядро работает именно в тот момент, когда это будет необходимо 4 ядра работают на частоте 2 ГГц и 4 ядра работают на частоте 1,5 ГГц конечно же, это топовая оперативная память объемом 3 ГБ и это хорошее видео скорее я считаю, что в последнее время гонка вооружений у кого какой процессор, у кого мощнее ядра переходит на нет и сейчас на данный момент пользователи больше волнуют как работает хардверная часть, софтверная часть так вот, в этом образце и вообще в телефонах Huawei все в последнее время очень-очень хорошо и мы плавно переходим ко второй причине приобрести данный смартфон это его внешний вид друзья, 5,2 диагональ, алюминиевый корпус, сканер отпечатка пальцев защищенное стекло, нигде нет информации вроде как это Gorilla Glass 3 но хочется верить, что это может быть четвертое поколение Gorilla Glass но скорее всего третье я потестировал этот телефон на протяжении нескольких дней и хочу вас уверить в том, что давненько я не держал в руках аппарат хорошо собранный с флагманскими, скажем так, материалами корпуса нигде ничего не лифтит, не проваливается единственные особенности это верхние части, сделанные под цвет металлического корпуса они пластиковые для того, чтобы сигнал GPS модуля и GSM модуля проходил и не испытывали никаких проблем в использовании данного смартфона кнопки управления не люфтят, не шатаются нигде нет никаких скрипов и это не может не радовать третья причина приобрести данный смартфон это уже вошедшая в моду установка сканера отпечатков пальцев на ваше мобильное устройство так вот, модель Huawei Honor 7 не стал исключением здесь встроен отличный сканер отпечатков пальцев который разрабатывает в 9 случаях из 10 при распаковке, которую вы сможете посмотреть здесь по ссылочке в описании, вы можете увидеть о том, что практически 10 из 10 попаданий то есть, смартфон работает просто на ура и только вам достаточно прикоснуться к сканеру отпечатков пальцев даже не нажимая его, смартфон, в принципе, активируется и пробуждается также сканер отпечатков пальцев можно использовать с помощью небольшого тача если вы делаете движение вниз, то, соответственно, у вас откроется панелька уведомлений если вы сделаете движение вверх, то у вас откроется меню запущенных приложений и, конечно же, не стала лишней кнопка дополнительной настройки которую вы можете настроить под себя вот три различных действия либо одно нажатие, либо долго нажатие, либо два нажатия будет открывать или запускать в те или иные приложения причиной приобрести данный смартфон является работа в LTE в сетях и установка двух сим-карт параллельно, либо установка одной сим-карты и карты памяти сим-карты здесь нано я думаю, что инженеры позаботились о том, чтобы они работали корректно связь не терялась, не уходилась и возможность строить карточку памяти до 128 гигабайт будет являться еще одним плюсом четвертый неоспоримый плюс это, конечно же, модуль камеры здесь установлен один из последних процессоров AMX 230 от компании Sony матрица шестилензовая с сапировым стеклом с фазовой фокусировкой и она фотографирует просто замечательно и делает хорошие, насыщенные снимки с высокой четкостью, с высокой контрастностью практически без шумов это передняя камера на 8 мегапикселей которая также благодаря встроенным софтверным фишкам может, в принципе, показать отличнейший результат я думаю, это еще один плюс, который обратит ваше внимание на данный смартфон пятая причина – это боль ну и последний заключающий момент это, конечно же, доверие к производителю компания Huawei идет с 7-мильными шагами покоряя IT-индустрию во всех странах и, конечно же, все гики всех стран объединяйтесь и я знаю, что многие из вас доверяют этой компании речь стоит уже сейчас, даже задают вопрос что стоит выбрать, на что стоит лучше положить свой взгляд на, допустим, компанию Meizu, либо на компанию Huawei или, к примеру, на компанию Xiaomi или на компанию Huawei друзья, я скажу вам одно компания Huawei официально представлена у территории Российской Федерации и сокредельных государств гарантийное обслуживание данного смартфона сможет беспроблемно произойти в сервисных центрах уже не в Китае, а здесь по месту вашего проживания использования данного смартфона поэтому я думаю, что это тоже неоспоримый плюсик при выборе данного гаджета друзья, я не хочу скучных чтений характеристик и одно и то же, скажем так, перемалывается, обсасывается я хочу поделиться личными впечатлениями от тестирования данного гаджета мне очень понравилось, когда я достал его из коробки материалы корпуса, производительность, сканер отпечатков пальцев результаты работы камеры, результаты тестов меня привели в некий восторг я действительно без всякой лжи смогу смело рекомендовать вам Huawei Honor 7 для того, чтобы вы его рассмотрели по приобретению и в качестве вашего основного смартфона многие руководствуются определенными правилами при выборе смартфонов многим нужна мощная батарейка в котором, в этом смартфоне, кстати, установлена батарейка на 3100 мАч быстрая зарядка, зарядное устройство на 2 Ампера и заряжать будет ваш смартфон в течение 2 часов 5-10 минут до 100% многие руководствуются наличием двух сим-карт многим нужна хорошая камера, потому что любят фотографировать опять же, либо селфи, либо, допустим, какие-то моменты многие любят для того, чтобы был хороший качественный экран все эти составляющие присутствуют в данном смартфоне великолепный Full HD экран удобная диагональ дисплея компактно собран хорошие материалы корпуса отличнейшая камера гарантия производителя две сим-карты хороший качественный процессор игровой видеочип я не вижу просто в этом смартфоне на данный момент я не вижу минусов звук отличнейший звук в наушниках хороший, неплохой то есть если вы подсоедините сюда хорошие качественные наушники вы вообще не обломаетесь по звуку ни в коем случае и конечно же, как это уже, скажем так, принято есть некие стандарты флагманские когда современный смартфон, современный телефон должен работать на последней операционной системе Android если мы говорим об Android смартфонах конечно же, смартфон не является исключением здесь установлен из коробки Android 5.0 который, конечно же, обновится у вас на Android 6 который выйдет в конце этой осени и вы сможете беспроблемно и вы сможете беспроблемно я просто радуюсь сканером отпечатков пальцев действительно, офигительная штука я думаю, что вы сможете сейчас понаблюдать работу плавность работы самого смартфона некие результаты синтетических тестов результаты передней камеры результаты основной камеры у вас включится И так, друзья, подводя какие-то выводы, которые, скажем так, закончат этот эпизод. И еще раз мы обговорим все эти причины для того, чтобы вы рассматривали для тех, кто сомневается, для тех, кто не держал в руках или хочет услышать мнение сторонних людей. Мы вам скажем, что данный смартфон стоит своих денег, стоит того, чтобы обратили на него внимание по нескольким аспектам. Это от внешнего обида до мощной батарейки, хорошие камеры, производительного процессора, играбельности во всех играх без подвисаний. И вообще именно вот experience, user experience, то есть так называемое, когда человек берет, начинает там с ним немножко общаться, играться с телефоном, оставили очень положительные впечатления. Я не хочу петь каких-то волебных ход о том, что может быть это вам показалось, что это так, но на самом деле я не увидел каких-то критических минусов. Да, здесь не присутствует NFC, но есть ик-порт, вы можете управлять своей домашней техникой. Я не вижу здесь серьезных минусов. Да, здесь два отверстия для динамика, но динамик один, но достаточно громкий, звук четкий, без провисаний, низкие частоты можно отрегулировать в настройках эквалайзера. Спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно проходите по ссылочкам в описании, ознакомливайтесь с ассортиментом магазина insclub.ru. Я думаю, что цены вас приятно порадуют, приятно удивят и порадуют. Обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите другие наши видео, подписывайтесь на нас в социальных сетях, проходите по ссылочкам в описании, там мы приготовили для вас интересные предложения со всех интернет-магазинов, как нам кажется, удачных по ценам, по надежности и так далее. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там всегда всего много интересного, последние новинки из мира IT-технологий. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, ссылочки тоже будут в описании, для того, чтобы не пропускать фотографии нашей, скажем так, интересной IT-жизни и, конечно же, фотографии новых обзоров и новых устройств. Спасибо, всего доброго, пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова